Здравствуйте, уважаемые партнеры и инвесторы! Меня зовут Алексей Григорьевич Лилер. В 2015 году мы с коллегами основали частный инвестиционный фонд IT Smart Money. Для начала коротко расскажу о себе и своем пути в бизнесе, а также познакомлю вас с историей создания нашего инвестфонда. А еще вы узнаете о перспективах, которые ожидают нас в ближайшие годы. В 1997 году я закончил Московский государственный университет имени Ломоносова, факультет вычислительной тематики и гибернезии. Сегодня это называется IT-технологией. В то время в России только зарождался рынок информационных технологий, простые люди выживали, занимаясь челночным бизнесом, во всю шла приватизация. Сразу после университета я присоединился к команде Михаила Филивича Лесина, будущего министра, печати, телерадио и СМИ. Работа на федеральном телеканале дала мне важное понимание. Прозрачность, публичность, доступность информации и людей – главные качества, необходимые для успеха в любом направлении. На ВГТРК я создавал компьютерные программы, которые автоматизировали объединение всех ста дочек и ста филиалов на всей территории нашей огромной страны. Объединение в медиахолдинг длилось почти два года. Этот успех помог моему шефу Лесину стать первым замбленом всероссийской государственной и телерадиокомпании. А мне был предложен пост начальника службы информатизации – огромного федерального медиахолдинга. В 25 лет я стал самым молодым начальником службы информатизации за всю историю отечественного гостелерадио. И тут грянул громко. Часть команды ушла в министерство вслед за шефом. Михаил Георгиевич Лесин увлекся информационной войной с мэром Лужковым, а меня и нескольких верных людей оставили присматривать за ВГТРК. Политические соперники начали систематически натравливать на ВГТРК счетную палату Российской Федерации. Моя работа превратилась в серую бюрократическую рутину – справки, бумажек, отчет. Разумеется, это не соответствовало моему деловому темпераменту и не отвечало масштабу моих управленческих амбиций. Я вышел на Сибирь. 27 лет я заместитель директора по информационным технологиям нефтехимического холдинга первой величины. Конечно, я оказался на своем месте. Драйв, борьба, развитие, новые бизнес-модели. Под моим руководством в холдинге Сибирь с нуля была создана мощнейшая компьютерная инфраструктура, серверы, сети, файлы на хранилище, системы удаленного доступа и промышленной безопасности. Мне подчинялся даже отдел информационной безопасности, сформированный из бывших офицеров ФАПСИ и КГБ. Все это помогло Сибиру стать самым дорогим нефтехимическим холдингом России с капитализацией почти полтора триллиона рублей. Разумеется, Сибирь становится лакомым куском. Начинаются корпоративные войны. Амбициозного, динамичного, молодого президента нашего холдинга сожрал Газпром. Сегодня олигарх Мазипин, по оценке ФОРМС, обладает капиталом в миллиарды долларов. И в 2002 году, на пороге собственного 30-летия, я понял, что все эти игры не про меня. Мои работодатели-богатеи удовлетворяют собственные амбиции, занимают заоблачные посты, а я просто продаю себя и свое время, работая по нами. Пусть и за хорошие деньги. Я уволился и решил монетизировать свой опыт, став предпринимателем. Открыть собственный бизнес в сфере информационных технологий. Тут же появился первый крупный корпоративный заказчик, оператор сотовой связи МТС. Оказалось, что вице-президентом на информационных технологиях в МТС работает мой друг, знакомый со студенческих лет. Уже имея крупного якорного заказчика, я создал собственную конституционную компанию 5.55. Вскоре моими клиентами стала вся большая тройка мобильных операторов связи. Вслед за МТС ко мне обратились Мегафон и Билайн. А первым международным клиентом стал British Petroleum. Это была потрясающая уделка. Все деньги от BP и столько же собственных средств я инвестировал в развитие, пригласив швейцарскую фирму Perseo Consult. Это позволило моей компании стать номером один по международной сертификации IT-процессов с корневым центром в Лондоне. Естественно, что к нам пришли крупнейшие российские банки. Райфазин, Ситибанк, Пробизнесбанк и еще более тужины банков по Мельчин. Я оказался прав. Собственный бизнес дал мне то, к чему я стремился. Неограниченные доходы и свобода в принятии решений. Я стал хозяином своей судьбы. Это состояние вдохновило меня настолько, что я заключил контракты с огромными компаниями. РЖД, Нарислинники, Х5 Ритейл Групп, торговые сети Перекресток, Пятерочка и Карусель, платежная система Яндекс.Деньги и Моноргиза. В 2008 году я продал собственную консалтинговую компанию 555 за 5 миллионов долларов. Жизнь удалась. Считал я в 2008 году. Из предпринимателей я перешел с кастл-инвесторов. Я стал вкладывать собственными капитал в стартапы. Разумеется, первые вложения были неуспешными. На сей раз мне не мешали ни счетная палата, ни бестолковое руководство, ни министры, ни центробанк. А деньги текали никуда. Я попробовал рынок Форекс, потерял почти полбиллиона долларов. Затем фонда выиграл. Сомнительный доход 10% годовых. И вот тут, на стыке всех этих инвестиционных направлений, два моих стартапа из российской силиконовой долины Сколково дополнили друг друга. Как и во всех великих открытиях, помогал случайность. Один стартап продавал сигналы Форекс, инвест-рынка и IPO. Второй мой стартап оценивал и выставлял экспертные баллы всем рыночным сигналам. И вот на очередном ежемесячном стратегическом совещании одна команда пожаловалась на другую. А я в ответ потребовал выстроить совместную работу под угрозой увольнения всех. И это с работой. Спустя три месяца в моих руках оказался печальный станок. Через полтора года ко мне пришли серьезные инвесторы с миллиардами рублей. У нас в управлении несколько ценных бумаг в банках первой категории. Банковские гарантии, депозитные сертификаты. Самый крупный на сегодня номиналом 10 миллиардов рублей. При этом в моем классе Сколково развитие искусственного интеллекта, сильная команда программистов, аналитиков и project-менеджеров с компетенциями в области компьютерного моделирования и прогнозирования сотрудников. Я подчеркну, что слепо следовать сигналам роботов и искусственного интеллекта это слишком опасно и рисково. Особенно в области инвестиций. Так же, как слишком опасно сегодня выпускать беспилотные автомобили на дороге в повседневной жизни. Поэтому в основе нашего подхода лежит сплав роботов и людей, что дает наилучшую доходность и позволяет хеджировать рыночные листы. На выходе мои эксперты получают только ту финансовую аналитику, которая действительно заслуживает внимания. А далее каждому событию выставляется скоринговый балл, позволяющий взвешенно и безопасно оценить перспективу той или иной ценой бумаги. Как результат, правильное сочетание роботизированных IT-технологий и анализа опытных экспертов, работающих на рынке инвестиций 5, 10, 15 лет. В 2015 году я создал закрытый инвестиционный фонд IT Smart Magi, предусматривающий членство для избранных. Имеющиеся деловые связи в среде предпринимателей, звезд шоу-бизнеса, политиков и бизнесменов и помогли мне привлечь заинтересованных инвесторов. И вот уже 5 лет мой собственный капитал и капитал уважаемых мной людей успешно работают, принося пассивный доход. Многолетняя статистика наблюдительно показывает, выбранная стратегия в управлении финансовым приносит достойный результат. В частности, пассивный доход на капитал частных инвесторов дает доходность от 0,5% до 2,5% ежесуточного. В среднем свыше 400% годов. Поскольку инвестиции в фонд привлечены огромными траншами, я чувствую угроз монополизации нашего инвест-капитала. И в этом кроется как наша сила, так и наша слабость. А именно, управление рисками при таком монопольном подходе порой может и затруднено, а значит требуется дополнительная инверсификация. Дорабление и децентрализация капитала нашего инвест-фонда позволят решить эту стратегически важную задачу. Поэтому мной было принято, решение вынести наш инвест-фонд на рынок краудфандинга. Фактически это народное инвестирование. А для стремительного выхода на рынок частных инвестиций России вновь создается партнерская программа на основе мультилевер-маркетинга. Поскольку сам я выходец из очень крупного традиционного бизнеса, то всегда скептически относился к индустрии сетевого маркетинга. Однако под влиянием рыночных тенденций и благодаря нашей собственной взвешенной аналитике, я увидел в МЛМ-бизнесе солидный потенциал, заслуживающий сестра университета. В настоящее время рынок сетевого маркетинга переживает бурный, стремительный рост, привлекая все больше людей в свои гривы. Наша аналитика показывает, что именно это направление позволит вынести капитализацию нашего инвестфонда на следующий год. Уже сейчас аналитическая служба и стратегический совет нашего инвестфонда завершают проработку в маркетинг-планах реферальную программу и мощных систем промоушен для сотрудничества с лидерами индустрии сетевого маркетинга по всему миру. Дорожная карта предусматривает глобальные присутствия в России, в Восточной Европе, странах СНГ, государствах Ближнего Востока и Тихоокеанского бассейна. Пристальное внимание я также уделяю странам Азии, Африки и Латинской Америки. Учитывая, что рынок сетевого маркетинга реагирует на достойные предложения лавинообразными, я предоставляю вам возможность присоединиться к нашему инвестфонду прямо сейчас. Вместе мы заработаем серьезные деньги. Global Star Club. Возможности безграничны.